В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! Сегодня в Архангельске прошел брифинг, главной темой которого стали лесные пожары. С начала пожара опасного сезона в лесах Поморья было зафиксировано 90 возгораний общей площадью 450 гектаров. Обстановку на сегодняшний день доложили министр природных ресурсов и ЛПК Сергей Шевелев и начальник регионального управления МЧС России Шахабиддин Вакосов. Подробности у Екатерины Грициенко. Ситуация непростая, но далека от критической. На сегодняшний день в Архангельской области из 11 действующих пожаров 7 локализованы. Общая площадь этих возгораний составила 37 гектаров. На 22 из них дальнейшее распространение огня уже остановлено. Если говорить о прошлом году, то в прошлом году на данный день действовала лесная пожарная площадь была 22 гектара. Соответственно, мы на сегодняшний день не говорим, что у нас есть крупные пожары, потому что их по факту нет. И вопрос о объявлении режима МЧС в каком-либо районе тоже не стоит. Пожары у нас возникли все совсем недавно, и на сегодняшний день все они отслужены. При этом в лесах Архангельской области действует особый противопожарный режим. Одна из главных причин потери лесов – безответственное поведение людей. Рыбаки и туристы оставляют незатушенные костры. Немногие задумываются и о том, что для воспламенения леса достаточно брошенного на землю осколка стекла. Так, из-за человеческой халатности уничтожается остров Голец – излюбленное место отдыха, рыбалки и сбора ягод. Недавно там тушили четвертый в этом сезоне пожар. Специально для подготовки к предстоящим жарким выходным была собрана группа единого лесопожарного центра. Если будет возникать такая необходимость, здесь в Архангельске создана авиационная группа, скажем так, количество 40 человек, которые будут реагировать по необходимости по всей территории Архангельской области. Специалисты подчеркивают, для предотвращения и своевременного тушения пожаров огромную роль играет бдительность населения. Об увиденном возгорании можно сообщить по телефону чрезвычайных служб или по единому федеральному номеру 8 800 194 00. Депутаты городской думы всерьез озабочены состоянием здравоохранения Архангельска. С 2012 года больницы и поликлиники Поморской столицы перешли в статус областных. Поэтому муниципалитет вынужден обращаться к депутатам облсобрания с просьбой обеспечить достойное финансирование медицинской помощи горожанам. Городская дума инициировала обращение в региональное собрание. Депутаты просят предусмотреть в областном бюджете средства на дополнительные меры поддержки врачам-специалистам, работающим на окраинах и областных территориях Архангельска. Те специалисты, которые работают на окраинах территориях, их переманивает область, потому что область может им предоставить субсидии. Они им помогают и подъемные, и с жильем, и со всем. Город сейчас не может этого сделать. Пожалуйста, рассмотрите вопрос о том, что можете ли вы внести изменения в каких-то своих законодательных актах. Кроме того, мэрию депутатов волнует состояние дел в первой городской больнице, которая является ведущим учреждением здравоохранения Архангельска. Однако крупнейшая клиника сейчас находится в сложном положении. Правительство области утвердило для первой городской тариф на содержание в два раза меньше, чем для сопоставимой по числу коек и оборудованию областной больницы. В итоге под угрозу поставлено нормальное функционирование уникального медицинского оборудования и, как следствие, оказание высокотехнологической помощи больным. А у нас оборудование там не меньше, чем в областной больнице. Вот сейчас вот приемном покое остался наладом дышащий рьяноаппарат, который стоит там 15-20 миллионов рублей приличный. Его нет, остановится, приемный покой закроется. Он закламает все. И вот, ну, что это за позиция такая? Или все богатые должны быть, или все равнобедные. Я, конечно, не за страну компанелу, но должно быть все-таки как-то разумное распределение средств. Оно должно быть разумно-эффективное распределение средств. Но не надо так-то гробить первую городскую больницу. Как избранным населением глава городской исполнительной власти, мэр Виктор Павленко отвечает перед горожанами за то, останется ли первая горбольница лучшей клиникой города. Как в этой ситуации поведет себя назначенный сверху сити-менеджер, неизвестно. Поэтому городоначальник предлагает включить финансирование городских больниц и поликлиник в долгосрочную программу развития Архангельска как областного центра. Это предложение нашло поддержку у депутатов облсобрания, готовых прислушаться к своим коллегам из Гурдумы и впредь не останавливать финансирование города. С городского совета, на мой взгляд, нужен был человек, который бы выступил и обоснованно сказал, что, господа депутаты, вы не должны этого делать. Мы уже в бюджетном комитете при областном собрании уже обсуждали и программу, и какие-то предложения. На самом деле уже были предметные разговоры на эту тему с мая месяца, как с первого обращения Гурдумы. Мы депутаты областные уже должны быть под предложением сверху для того, чтобы поддержать город Архангельска. Вопрос о действии программы развития Архангельска как областного центра будет рассмотрен уже в сентябре на сессии областного собрания. Артемий Заварзин, Алексей Карельский, Ольга Красулин, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Кто такой сити-менеджер? В Архангельске продолжаются обсуждения по поводу перехода на новую схему управления городом. Эксперты реформы местного самоуправления едины в одном. Данная управленческая модель с трудом приживется в России. Так нужен ли сити-менеджер поморской столицы? Этот вопрос наша съемочная группа задала представителям сферы образования. Нужна ли архангелогородцам власть по контракту? Или они хотят сами участвовать в судьбе города, избирая его главу? На этот вопрос ответят даже юные жители Поморья. В конституции нашей страны закреплено право избирать и быть избранным. Этому ребят учатся школьной скамьи. Мы в школах проводим выборы. Мы приучаем детей участвовать в выборы. Призываем их ходить на выборы вместе со своими родителями, со своими бабушками и дедушками. То есть они должны понимать ответственность за свой выбор. Я думаю, что в первую очередь то же самое и касается наших горожан. То есть если мы будем реализовывать свое право выбора, у нас будет некая ответственность. Мы ратуем за прямые выборы мэра, ввиду того, что мэр избран народом, он отчитывается перед народом, прием граждан ведет, горячую линию устраивает. То есть он все время на связи с народом. И это неоспоримый факт. Ни одна рабочая поездка мэра Архангельска Виктора Павленко не обходится без посещения учреждений соцсферы. Только в этом году в Архангельске будет открыто 8 групп для дошколят. Капитальный текущий ремонт выполняется в 120 школах, детсадах и детских центрах. И избранный народом мэр заинтересован в развитии системы образования больше, чем назначаемый сверху ситименеджер. Я считаю, что система управления городом Архангельска должна сохраниться. Я, конечно, против деления города на круга, потому что считаю, что это большие финансовые затраты. Будет меньше выделено средств на капитальный ремонт, будет меньше выделено средств на текущие ремонты, что, конечно, скажется на содержании зданий и создании условий для воспитания и развития детей. В этом году у нас идет капитальный ремонт группы, которую мы откроем к 1 сентября. По текущему содержанию зданий у нас полностью городское финансирование. Введение районирования в городе станет плохим решением еще и потому, что оно разбалансирует систему управления. Это приведет к тому, что в Архангельске появится несколько маленьких мэрий, которые непонятно, кому будут подчиняться и неизвестно, как будут взаимодействовать между собой. Пугающая неизвестность, такой ли судьбы достоин город воинской славы. Педагоги Архангельска свое мнение высказали. Горожане должны сами выбирать мэра как главу исполнительной власти. Мария Воробьева, Алексей Шаршов, Владимир Орлов, Панорама Севера. В северном округе Архангельска продолжается реконструкция одного из самых больших за последние десятилетия спортивных объектов – стадиона «Спортшколы номер 6». Стоимость проекта составляет 135 миллионов рублей. Но если средства городского бюджета, предусмотренные на строительство стадиона, израсходованы почти на 100%, федерального – на 75%, областного – только на 36%. Совсем скоро на стадионе «Дюсюша номер 6» должно появиться современное футбольное поле с искусственным покрытием. Уже проведены монтаж мачт освещения, дренажной системы и основания стадиона. Оплачено более 50% стоимости работ. Впереди завершающий этап. Первое – это асфальтирование территории. Второе – это нанесение резинового покрытия. Третье – это монтаж спортивного оборудования. Четвертое – это монтаж футбольного поля. По первым трем позициям проблем нет. Спортоборудование уже доставлено в Архангельск. Завершаются подготовительные работы для укладки асфальта на беговых дорожках. Специалисты из Санкт-Петербурга готовы выехать для монтажа резинового покрытия. За сам материал уже перечислен аванс. Практически завершено устройство выравнивающего слоя на поле. Завезена и подготовлена к укладке специальная фильтрационная сетка. После этого уже подрядчик сможет приступить к монтажу специального покрытия, который предусмотрен проектом. Основная задача сейчас подрядчика при существующих погодных условиях максимально в сжатые сроки выполнить, повторюсь, работы по устройству асфальта. Но устанавливать покрытие во второй половине сентября придется уже после того, как вокруг поля будут сделаны беговые дорожки. Хотя, как считают строители, правильнее делать наоборот. Еще весной подрядчик обращался в правительство области с предложением выполнить поставку покрытия поля в июле. Сам объект поднадзорен областному главному управлению строительства, которое и контролирует ход работ. Сегодня мы с администрацией области должны решить этот вопрос. Они проводят конкурс, оперативно поставить сюда искусственное покрытие и завершить месяц полностью стадион. Торги на закупку покрытия проводит правительство Архангельской области. Срок окончания аукциона 17 августа. Сроки жесткие, но работы можно завершить только когда искусственное покрытие будет закуплено и передано строителям, правительствам региона. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Панорама Севера. В Мирном специалисты отдела природоохраны и экологии продолжают вести борьбу за чистоту окружающей среды. На территории бывшего бетонного завода была ликвидирована несанкционированная свалка. Насколько можно не любить природу родной страны и города на 50 кубических метров строительных и бытовых отходов? Именно такое количество нелегального мусора в Мирном недавно обнаружили экологи. По оценкам специалистов, свалка такого размера могла копиться 5, а то и 10 лет. По словам специалиста-эколога-администрации Светланы Черцовой, территория завода не разграничена, у нее нет владельца. Значит, в настоящее время ей распоряжается местная власть, которая вместо того, чтобы направлять денежные средства на развитие инфраструктуры и благоустройства, приходится за свой счет вывозить мусор, оставленный безответственными жителями и организациями. Благо, на помощь пришел спецстрой России, который безвозмездно предоставил рабочих и технику. Выделили погрузчик, автомашину для погрузки мусора. И все это будет вывезено на полигон ТБО. Те отходы, которые разрешено размещать на полигоне ТБО, МОК ЖЭО тоже оказывает содействие и безвозмездно принимает этот мусор. Нарушителей в таких случаях найти сложно. Однако, если их все же установят, то им грозят существенные штрафы и компенсация затрат по утилизации свалки. В случае выявления виновных лиц, причастных к организации несанкционированных свалок, таким организациям грозит административная ответственность. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, организации получат штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Чтобы у неграмотных в экологическом плане людей не было больше соблазна сваливать свои отходы, в этом месте будут установлены бетонные блоки. И проехать на машине сюда теперь не удастся. Помимо этого, в отделе природоохраны рассматривается вопрос об установке камер наблюдения в местах тайного выброса мусора. Так что уже скоро безнаказанно вредить окружающей среде не получится. 8 августа в Архангельской области заканчивается просветительская акция «Мамино молоко». В нашем регионе она проводится впервые. Акция направлена на поддержку естественного вскармливания детей, которая, по мнению специалистов, является основой физического и психического здоровья ребенка. Все ли современные мамочки разделяют эту точку зрения, узнаем из нашего традиционного опроса. Я считаю, что детей как можно дольше необходимо держать. Все-таки на грудном молоке оно гораздо полезнее, чем все эти покупные. Поэтому я только за. Мой ребенок до сих пор на грудном вскармливании, хотя ему уже 10 месяцев. Замечательно. Это самое то, что нужно, необходимо. Это, во-первых, удобно, во-вторых, для здоровья ребенка полезно. И все, что нужно, все с грудном молоке. Я сама медработник, поэтому только за грудное молоко. Это не пропаганда, это все так естественно. Это задумано было не нами, не вами, не теми, кто жил до нас и после нас. Так надо вскармливать, потому что у меня уже вырос ребенок, и именно грудное вскармливание необходимо. Потому что в грудном молоке есть все необходимое. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Архангельская область получит средства из федерального бюджета на поддержку украинских беженцев. Соглашение предусматривает финансовое обеспечение 121 человека, которые прибыли в июле на территорию нашего региона. Гражданам Украины предоставлено размещение из расчета 800 рублей в день на одного человека. Федеральный центр компенсирует расходы бюджету Архангельской области в сумме 871 200 рублей. Архангельский ансамбль песни и пляски «Сиверка» отправился в Великобританию на фестиваль мирового танца. Международный фольклорный слет пройдет в городе Биллингем с 8 по 16 августа. На фестивале будут представлены разнообразные стили от традиционных до современных танцевальных коллективов самых различных культур со всего мира. В архангельском коллективе «Сиверка» более 100 юношей и девушек, которые танцуют, поют и играют на музыкальных инструментах. Активисты экологической организации «ЭТОС» на днях сдали на переработку первую партию использованных батареек в пункты приема Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в ходе проекта «Экобатл» удалось собрать три пятилитровых бутылки использованных батареек. В ближайшее время архангельские активисты-экологи намерены открыть в столице региона постоянно работающий пункт приема отработанных батареек, а также другого мусора. Осенью прошлого года Новодвинская общественная организация «Приход Покровского храма» стала участником открытого международного грантового конкурса «Православная инициатива». По желанию прихожан был создан проект, который получил высокую оценку экспертов и признан победителем. Куда пойдут грантовые средства, узнали наши коллеги из Новодвинска. Проект направлен на развитие православного культурного центра, основная цель которого – повысить духовно-нравственный уровень молодежи Новодвинска. Младших школьников знакомить с понятиями православия, церковь, духовный мир. Проект, представленный на конкурс после двух отборочных этапов, получил одобрение. Мы написали проект, который состоит из трех направлений. Это оснащение православной библиотеки новым фондом духовной литературы, предназначенным для детей, молодежи, подростков нашего города. Потом оформление экспозиции православного музея, разработка тематики экскурсий в нем, опять же для детей, молодежи и подростков нашего города, школьников, учащихся техникумов. И оснащение воскресной школы оборудованием и подготовка кадрового состава, обучение педагогов воскресной школы. Поздравительное письмо от исполнительной дирекции конкурса содержало приятные слова. Координационный комитет по обощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под председательством святейшего патриарха московского Евсея Руси Кирилла поздравляет нас. И наш проект подлежит финансированию. Грантовую поддержку в размере около 350 тысяч рублей общественная организация уже начала распределять для реализации своего проекта. Предстоит закупка литературы, оргтехники, ноутбука, мультимедиа-проектора. На средства гранта будет проведено обучение преподавателей воскресной школы на курсах при Метрополии. Также пополнится экспозиция Музея православной культуры. Кстати, здесь скоро пройдет экскурсия на тему «Соловки, новомученики и исповедники». Приближается к концу футбольный чемпионат Архангельска. В очередном туре «Химик» на своем поле принимал «Велос». Итоги этого противостояния у Константина Рудакова. Перед очным поединком команды «Химик» и «Велос» находились в схожей ситуации. В первом круге было потеряно много очков, так что сейчас приходится наверстывать упущенное. И неважно, кто перед тобой – лидер или аутсайдер. Команда «Велос» – достаточно хороший коллектив. Очень много молодых ребят, много техничных ребят, коллектив свежесобранный. Очень многие до этого играли в других клубах. Имена, опять-таки, все на слуху. Но в этом сезоне мы с ними встречались уже дважды, и оба раза нам удалось одержать победу. Поэтому сегодня надеемся эту традицию продолжить. Матч проходил на стадионе «Динамо», что также было на руку футболистам «Химика». Поле там короче, чем на труде или в затоне. А дома, как известно, и стены помогают. «Наверное, «Химик» выбрал эту площадку, потому что она короткая. Такая вот у них тактика игры, то, что тем короче поле, тем лучше. А вообще по состоянию поля, ну, много вопросов. Но, к сожалению, в «Архангельске» больше негде играть. На матч «Велос» вышло в усеченном составе. На поле вышли только 10 футболистов. Но, несмотря на это обстоятельство, в первом тайме игроки в «Синих футболках» ни в чем не уступили «Химику». В принципе, стараемся, нарабатываем схемы, комбинации. Иногда получается, иногда не очень. Ну, состав всегда нестабильный. То есть, что народу мало приходит, то неполношедневно играем, то замен нету почти. Не хватает этого иногда. После перерыва команды начали действовать острее. И в одной из атак Руслан Шичковский вывел «Велос» вперед. После этого гости всей команды отошли в оборону и смогли отстоять нужный результат. Набрав 12 очков, футболисты «Велоса» вплотную приблизились к «Искре», которая идет на третьем месте, а лидирует по-прежнему команда СКК. Константин Рудаков, Владимир Орлов, «Панорама Севера». В Архангельской области стартовала акция «Зарядка со стражами порядка». В областном центре зарядку на открытом воздухе провел многократный чемпион России по тяжелой атлетике Глеб Писаревский. На Водвинске бойцы ОМОНа провели показательную тренировку по рукопашному бою и дзюдо в летнем оздоровительном лагере «Жемчужина Севера». Такой необычной зарядки у ребят в лагере еще не было. Построение проводит подполковник внутренней службы Владимир Климовский. Показательные номера от мастера спорта по рукопашному бою Евгения Шарыгина и кандидата в мастера спорта под дзюдо Святослава Копылова. Ребята с восторгом приняли сотрудников ОМОНа. В ходе тренировки под руководством опытных мастеров состоялись полноценные занятия в группах. Сначала сотрудники внутренних дел провели с детьми разминку, затем показали приемы самообороны без оружия и попытались научить этим навыкам своих подопечных. При этом специалисты отметили, главное – научить ребят не драться, а защищаться и защищать слабых. Настоящей целью этого замечательного мероприятия является показать детям положительный пример сотрудников органов внутренних дел, которые уже добились в своей жизни немалого, показать им то, что если они будут систематически заниматься физической культурой, спортом, то могут добиться таких же успехов. Ну а если вырастет на этом примере поколение такое, наверное, наша Россия добьется замечательных успехов в будущем, будет великой и сильной державой. Мне понравилось сегодняшнее мероприятие, там показали всякие приемы, перекид через бок, там через задний, задний прокид, потом удушение. Ну, я сам бы хотел походить на такие вот секции, понравилось даже очень. Я некоторые навыки знал, а вот новые, когда ставить подножки и защиту ставить, чтобы тебя не ударили, это я первый раз узнал. Спортом нужно заниматься, чтобы быть спортивнее, чтобы кости не болели и было здоровье лучше. По окончании тренировки гости рассказали ребятам о службе в полиции, ответили на их вопросы и дали советы начинающим спортсменам по выполнению отдельных технических элементов. Мы надеемся, что после наших показательных поступлений и разговоров с детьми, многие дети, которые, может быть, относились к спорту совсем отрицательно, поменяют свое расположение к этому виду спорта и все-таки займутся им. Потому что сейчас у нас дети, как правило, все замкнутые именно в компьютерных играх каких-то, да, и практически их не увидишь в спортзалах. Но я думаю, что вот с помощью наших каких-то показательных выступлений они изменят свою точку зрения. Организаторы мероприятия выразили уверенность, что полученные навыки никогда не будут использованы ребятами в противоправных целях. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. Спорт в прямом эфире на телеканале ПС. 8 августа в 9.45 смотрите прямую трансляцию благотворительного турнира по мини-футболу среди юношей Архангельск-Донбассу. Матч состоится на стадионе Трут и проводится с целью сбора материальной помощи детям, покинувшим территорию Украины. 9 августа в 9.50 начнется прямая трансляция праздника, посвященного Всероссийскому дню физкультурника. Тысячи поклонников спорта и здорового образа жизни соберутся на стадионе Трут. В программе празднования эстафета для воспитанников детских садов, соревнования по волейболу, шахматам, дартсу, флорболу, теннису и другим видам спорта. Кульминацией праздника станет финальный матч розыгрыша Кубка Архангельска по футболу среди мужских команд между клубами «Рома» и «Регион лес». Начало игры в 15 часов. Впервые прямая трансляция с «Полярной 2». 10 августа в 10 часов смотрите турнир по мини-футболу «Соломбальский мяч». Участников и зрителей ждет настоящий азарт спортивной борьбы. Организатор турнира – региональная ассоциация инициатив развития малого и среднего предпринимательства. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала «ПС». Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране только на круглосуточном городском телеканале «ПС» и в сети виза репортала «Правда Севера». А теперь о главных темах газеты «Правда Севера». Сегодня ее свежий выпуск появился в продаже и вот о чем он рассказывает. Кредитный круговорот – так называется центральный материал газеты. Россияне берут новые кредиты, чтобы выплатить старые. Об этой тревожной тенденции не так давно рассказали Центробанк и Росстат. Журналист «Правда Севера» разбиралась, сколько такая ситуация продлится и чем она грозит жителям области. Накануне 70-летия Победы архангельский веломарафонец Алексей Болдырев объехал города-герои Советского Союза. Побывал во всех, кроме Киева и Одессы. Интервью с велопутешественником читайте в свежем выпуске «Правда Севера». Соловецкая селедка – лакомство. И бренд, и товар, который не так просто купить. О селедке и ее промысле журналист «Правда Севера» поговорил с заведующим лабораторией прибрежных исследований Севпенро Сергеем Фроловым. В Архангельске на советских космонавтов 178 продолжает работу выставка продажа шуб фабрики «Фламинго». Организаторы ярмарки напоминают северянкам – готовь шубу летом. На выставке побывала и наша съемочная группа. На меховой выставке продажи фабрики «Фламинго» как всегда модницам есть где разгуляться. Богатый ассортимент, широкий размерный ряд, на любой вкус и кошелек. Для молодых и активных модель автоледи – двигаться в такой одно удовольствие. Как элегантна вот такая облегченная шубка с песцовым воротником. Меховая отделка по рукаву – это не только оригинально, но и практично. Шубка из мутона «Астрогана» на кокетке. Легкая и невесомая, и даже зимой в ней будет так комфортно. Элегантность этой модели подчеркнут манжеты со сборкой. Модницам на заметку. В этом сезоне актуальны шубки из мутона, детали которого сшиты горизонтально. И, конечно, вне конкуренции – шубы из енота. Вас непременно порадует этот роскошный мех, способный согреть в любые холода. Как и головной убор. На выставке продажи пятигорской фабрики «Фламинго» в большом ассортименте представлены модные шапочки и береты на трикотажном подкладе из меха норки, кролика и мутона. Разумное сочетание цены и качества – вот что отличает меховые изделия пятигорской фабрики. Обратите внимание, шубы скроены из цельных шкур – профессиональная выделка меха. Пожалуй, каждая женщина знает – шуба лишней не бывает. Особенно, если она такая – красивая, удобная и очень комфортная. Успевайте сделать правильный выбор. Выставка продажи шуб пятигорской фабрики «Фламинго» открыта с 5 по 10 августа с 10 до 19 часов. В выставочном зале «Союза художников» на «Советский космонавтов» 178. Елена Гончарова, Алексей Жаршов, Панорама Севера. В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 7 августа доллар США 36 рублей 11 копеек, евро 48 рублей 24 копейки. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «В центре внимания». В преддверии дня физкультурника на наши вопросы ответит начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Архангельска Андрей Гибадуллин. На этом у меня все. В студии была Лариса Истомина. До встречи. В Вельске 7 августа будет ясная погода плюс 27-29. В Котласе малооблачно 28-29 градусов тепла. В Мирном в четверг ясно плюс 26-28. В Новодвинске также ясная погода плюс 27-29 градусов тепла. В Архангельске 7 августа будет малооблачная погода без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-15, днем плюс 28-31 градус. Атмосферное давление будет слабо падать. Тип погоды второй благоприятный.